Детские зубные пасты Детские зубы Раздумываете, когда лучше чистить зубы? До еды или после? Стоматологи рекомендуют сначала поесть, потом позаботиться о зубах. Однако, если это ритуал пробуждения, к примеру, то допустима двукратная чистка. Второй раз пасту можно не использовать. Хорошая паста, мне очень нравится. А щетка зубная какая? Каждый прием пищи вызывает выработку кислоты. Стоматологи называют это кислотными атаками. Ограничиваем число приемов газированных напитков и сладостей. Если хотите, чтобы зубы всегда были красивыми, исключаем леденцы, сосательные конфетки и риски. Если уже без сладости никак, тогда лучше съедать несколько конфет сразу, чем пять конфет в течение дня. В стадии пятна кариеса заметить можно, если родители очень внимательны. Это побеление, белесоватость на эмали зуба. Но очень редко, к сожалению, родители замечают это. И, как правило, приходят уже не в стадии пятна у нас, а кариес уже в достаточно хорошей форме. Начальные формы кариеса лечатся. Например, есть такая процедура, как фторирование. Она нужна тоже для того, чтобы кариес дальше не прогрессировал. То есть, грубо говоря, заморозить этот процесс, приостановить его и, может быть, даже восстановить таким образом. То есть, фтор он проникает в ткани зуба и приостанавливает процесс разрушения самой ткани зуба. Серебрение точно такая же цель у него. Используется тоже в стадии пятна только, когда у нас кариес. То, что в более поздних формах это может привести даже к осложнениям, то есть к гибели пульпы самого зуба. Фторирование и серебрение показано, если кариес не запущен. Когда же зубик поврежден, придется ставить пломбу. Сейчас это безболезненно и может проводиться с обезболиванием. Если зубки поменялись на постоянные, их тоже можно защитить. Для этого делают запечатывание фиссур. Есть такая процедура, как герметизация фиссур. Используется такая процедура для профилактики кариеса постоянных зубов. Часто ее используют? Да, часто. Потому что зуб прорезывается достаточно очень рельефной такой формы. Проще, во-первых, чистить зубки, и там ничего не остается. Если малыш просит перекусы, предлагайте ему полезные овощи, нарезанные, например, соломкой. Яблоки, груши, огурцы, сыры и кисломолочные продукты укрепляют зубки. Если у малыша уже есть кариес, ограничьте употребление продуктов с фитиновой кислотой. Она препятствует минерализации зубов. В списке зерновые отруби, семена, орехи, соя, бобовые.